Девил Мэй Край 4 Девил Мэй Край 4 Девил Мэй Край 4 Девил Мэй Край 4 вторая. Проведите бастер пять раз подряд, не касаясь земли. Второй секрет можно найти на четвертом уровне в коридоре с огненными шарами. Видите, открылся проход. Так вот, нам туда пока не надо. Нужный листок висит на стене, где только что располагалось дышащее огнем устройство. Сама миссия не намного сложнее первой. Только тут все дело сводится к практике. Наловчившись, вы сможете не только держаться в воздухе бесконечно долго, но и подниматься выше с каждой проведенной атакой. А если вдруг возникнут проблемы, воспользуйтесь умениями Air Hike и Enemy Step, которые помогут продлить ваш полет. Миссия третья. Повысьте ранг эффектности, не нанося монстрам урон. Это задание вы найдете в начале пятой миссии, а именно под лестницей, ведущей в замок. Поднять эффектность до ранга С, не прибегая к массовым избиениям, довольно-таки проблематична. На данном этапе нейрон может только прыгать по головам демонов, уворачиваться от атак, тягать противников демонической рукой и всячески кривляться. При таком скудном наборе средств сноровка нужна недюжинная. Разумнее вернуться сюда после прохождения девятой миссии и получения возможности блокировать удары телами демонстраторов изменений. Прикрывшись кем-нибудь и вовремя используя насмешки, вы без особого труда достигнете необходимого ранга. Просто встаньте в угол, чтобы никто не подобрался со спины, и время от времени подбирайте новый щит. И главное, держа монстра в руке, не отпускайте кнопку, иначе нейрон проведет атаку и придется проходить миссию заново. Миссия четвертая. Найдите три тайника, пока не истекло время. Очередная миссия спрятана на шестом уровне. Пошарьте хорошенько за клетками, что на фабрике ангелов. Тайников всего три, причем их расположение выбирается случайно из семи возможных вариантов. Уложиться в заданное время не составит труда, если знать каждый из них. Во-первых, тайник может быть расположен у выхода из замка, то есть изначально у вас за спиной. Другой вариант — площадка слева от места старта. Если рука нейрона начнет светиться у гиролезвия, не помешает чуть подвинуть тумбочку и проверить место на предмет тайника. Секрет может оказаться возле кнопки на втором этаже или за зеркалом там же. Также стоит поискать в северо-восточном углу зала. И, наконец, последний вариант — подземелье за портретом Санктуса. Миссия пятая. Доберитесь до цели менее чем за минуту. Седьмой миссии после забега по исчезающим платформам нейрон попадает в локацию с небольшой речушкой. Пройдите по мосту и сверните налево. Новый лист с заданием вы найдете за одиноким деревом. Единственная чисто акробатическая миссия. Времени хватит на три безошибочных ее прохождения, так что можно не суетиться. Запомните маршрут и аккуратно двигайтесь вверх. Сэкономить время при неудачной попытке поможет прием сплит. Так нейрон окажется на земле значительно быстрее. Миссия шестая. Расправьтесь с химерами до того, как они захватят монстра. Сразу после полосы препятствий на десятом уровне осмотрите стену справа от вас. Секрет там. Эта миссия может показаться невыполнимой, если не знать, как действовать. Сразу хватайте чучела за загривок и прыжками, уворачиваясь от химер, несите его на возвышение позади вас. Чем дальше занесете, тем меньше оно будет вам мешать и тем меньше вероятность возвращения монстра на исходную позицию. Но ни в коем случае не убивайте его, иначе проигрыш не минуем. Позаботившись о чучеле, спускайтесь вниз и спокойно уничтожайте химер. Наверх они не поднимутся при всем желании, так что беспокоиться не о чучеле. Миссия 7. Доберитесь до цели, не сорвавшись в пропасть. После схватки с парой «Альто-Энджело» ближе к концу 10-й миссии осмотрите коридор со статуей. Секрет аккуратно против нее. Перед нами несколько усложненная задачка с исчезающими платформами из 7-й несекретной миссии. В принципе, добросовестно протопать по заданному разработчиками пути нетрудно, но долго и кое-где можно схитрить. Как без лишних усилий добраться до цели за Данте, вы можете увидеть в прохождении 12-й секретки. А вот лазейка для Нерона чуть менее очевидна. Подловите момент, когда один из демонов будет пролетать недалеко от приза, прицельтесь, используйте прием «Калибур» и преодолейте оставшееся расстояние двойным прыжком. Вот и все. Приз наш. Миссия 8. Проведите «Ройал-блок» 5 раз подряд. Первую миссию, проходимую исключительно за Данте, вы найдете на выходе из леса во время выполнения 14-го задания. Для начала стоит ликвидировать одного из демонов. Миссию вы из-за этого не провалите, но процесс выполнения поставленной задачи значительно упростится. После того, как в живых останется только один противник, переключайтесь на стиль «Ройал-гард» и начинайте блокировать атаки. «Ройал-блок» сводит весь полученный урон на нет, но успешно выполненным он считается только тогда, когда вы становитесь в защитную стойку за долю секунды до удара. Провернуть это непросто, так что имеет смысл потренироваться вне миссии. Миссия 9. Расправьтесь с демонами, не получая урона и не попадаясь в ловушки. Девятую секретную миссию вы найдете во время прохождения 15-й обычной миссии, спустившись по винтовой лестнице в библиотеке. Здесь вас ждут две группы монстров. Сначала три ящерки и три химеры по отдельности, а потом они же, но уже вместе. Первый вариант лучше для нас, потому что от химер можно быстро избавиться, чтобы предотвратить неугодное нам воссоединить. Дальше действуйте по собственному усмотрению. Можно отстреливать врагов из дробовика. Он удобен тем, что почти гарантированно отправляет недруга в нокдаун и мешает ему провести атаку. Главное — не забывать вовремя менять цель и стрелять по наиболее опасному в данный момент противнику. Здесь может помочь третий режим прицеливания, активируемый в настройках. Эбони и Айвори тоже могут пригодиться. Правда, выстрелы из них не нейтрализуют демонов, а свечка временно лишает вас контроля над персонажем. Последнее чревато поражением, потому как здесь постоянное движение — залог успеха. Любители Блицкригов могут заранее заполнить шкалу стиля Ройал Гард, чтобы потом, превратившись в неуязвимый дредноут, быстро расправиться с одной из волн монстров. А в комбинации с демонической формой Данты всё пойдёт ещё веселее. Только не забудьте, что для превращения в дредноут необходим четвёртый уровень стиля Ройал Гард. Наконец, самый простой вариант. Пройдите пятнадцатую миссию до конца, чтобы получить Пандору, и вернитесь к этому заданию. Для победы нужно многократно повторить стандартную атаку свежеприобретённого оружия для стиля Ганслинга. Миссия десятая. Уничтожьте обелиски при помощи гиролезвия, уложившись в две минуты. Десятая секретная миссия, как ни странно, расположена сразу после третьей. Всё та же пятая миссия, вторая по счёту локация. Да уж, зеркала тут вешают не только для красоты. С одной тумбочкой надо добраться из одного конца помещения в другой, по пути уничтожая синие обелиски. Времени навалом. Его достаточно, чтобы успеть наделать кучу ошибок, отвлечься пару раз на чай и вместе с тем выполнить все условия. Проверено на самой непосредственной практике. Проверено на самой непосредственной практике. Проверено на сейсинка. Двадцать на сейсинка. Миссия 11 Уничтожьте статую при помощи Пандоры менее чем за 30 секунд Чтобы добраться до очередного листочка на 16 миссии, вам потребуется третий уровень стиля Трикстер и немного практики Прыжок, отскок от скалы, умение Скайстар и вы наверху Здесь забавнее всего то, что стрелять по мишеням именно из Пандоры вовсе не обязательно Можно воспользоваться умением Квик Драйв, стиля Свордмастер Можно быстро разбить все статуи стингером в демонической форме, как угодно, финал будет одним Выбирайте тот способ, который вам больше по душе и вперед Времени мало, так что не стоит терять его понапрасну Готовь Квик Драйв Квик Драйв Миссия 12. Доберитесь до цели, не получив урона. Последний секретный уровень спрятан на 15-й миссии. Хорошенько осмотрите последнюю перед сражением с боссом локацию. Здесь подразумевается, что игрок основательно подпортит нервную систему, прежде чем дойдет до конца этой своеобразной полосы препятствий. Ну и тут нашелся хитроумный способ. Достаточно воспользоваться Пандорой в стиле Ганслингер, чтобы безопасно пролететь над лучами. Только зарядите чемоданчик заранее, убив для этого с десяток монстров. Иначе Данте упадет на землю спустя пару секунд, и миссия окажется проваленной. Ну вот и все. Ни один секрет не укрылся от нашего с вами внимания. Что ж, пора воплотить это на практике. Субтитры создавал DimaTorzok